Всем доброе утро! Как меня слышно-видно? Давайте проверим связь и будем начинать. И будем задерживаться. Девчонки, меня нормально слышно? Хорошие? Будем начинать. Хорошо, значит начинаем. Сегодня у нас вебинар будет больше тезисный такой. Я, как говорится, учусь контролировать себя, чтобы не затягивать вебинары, потому что последнее время не получается у меня ни планерки, ни вебинары, так что будем стараться по-быстрому. Как увеличить теплую группу, личную группу, а именно теплый круг мы сегодня с вами поговорим. Ну и, конечно, сначала вспомним, что же такое личная группа. Если, своими словами, это все те покупатели, которых вы пригласили, зарегистрировали, к примеру, первую линию, это консультанты первого уровня, и зарегистрировали ваши консультанты. Это консультанты второго и третьего и так далее уровней. Ну и само понятие у нас на сайте звучит так, что это часть вашей структуры, состоящая из всех консультантов, привлеченных к сотрудничеству с компанией лично вами и вашими консультантами. За исключением тех консультантов и их структур, чей групповой объем соответствует 23% объемной скидки. Одним словом, за исключением ваших директоров. То есть все-все-все консультанты, которые есть у вас в структуре, неважно, сколько их, 100, 500, 1000, если у вас нет под вами веточки директорской, это все ваша личная группа, в которой вы получаете доход. Ну и, как я уже сказала, пока не откроется директор. Когда откроется директор, в личную группу вашу, его структура входить не будет, но вы с этой группой будете получать 5%. Ну, конечно, если у вас будет отрыв. Все мы с вами знаем, что личную группу мы наполняем и потребителями, и бизнес-партнерами, платными методами, ручной рассылкой, робот. Кто отказался от бизнес-предложения, опять же предлагаем дисконт, как мы говорим. Но не нужно забывать про теплый круг. А особенно новички этого всего боятся, может быть, стесняются, поэтому об этом мы сегодня и поговорим. Значит, вообще существует три типа рынков или контактов. Это горячий, теплый и холодный. Ну, я думаю, что такое холодные контакты, мы все с вами знаем. А вот что же такое горячий рынок? Потому что, чтобы перейти к теплому, давайте подумаем, что такое горячий рынок. Да, сегодня мы с вами немножко пообщаемся, поэтому, пожалуйста, напишите ваше мнение, что такое горячий рынок. Одно-два слова, как вы думаете? Если существует горячий, теплый и холодный. Еще, наверное, не все проснулись. Значит, горячий рынок – это все родственники, это близкие друзья-подруги. Одним словом, это все-все, кто вам доверяет и с кем у вас тесный контакт. Теплый рынок – это люди, с которыми вы когда-либо встречались и общались. Это может быть свадьба, это может быть юбилей, это могут быть родители из детского сада, куда вы водите детей, те же воспитатели, нянечки, школа, автошкола, санаторий, где-то какие-то кружки. Это все теплый рынок. Ну и холодный рынок, опять повторюсь, мы все знаем, что такое. Это незнакомые люди, с которыми мы с вами в основном общаемся в интернете, но которые могут перейти в теплый рынок, когда они придут к нам в проект. Одним словом, теплый рынок не истякаем. Как говорят, людей хватит всем. Ну, вернемся более подробно к горячему рынку. Сейчас посмотрим, как он у вас отработан. Вот представьте, вы выиграли в лотерею. Неважно, какую. К примеру, выиграли хорошую сумму. Ну, допустим, для Беларуси, ну пусть это будет 200 рублей вы выиграли в лотерею. Кому вы в первую очередь об этом расскажете, похвастаетесь? Как вы думаете? Да, да, девчонки, сегодня нас нужно побеседовать, поэтому включаемся. Да, я думаю, в первую очередь сначала расскажем маме, затем, допустим, там, стре, брату, близкой подруге. Одним словом, расскажем тем, кто за нас искренне порадуется. Давайте подумаем, а почему мы в первую очередь не говорим о том, что мы решили стать вот такими бизнес-вумен, мы решили стать интернет-предпринимателями именно своим родным и близким. Очень многие же стесняются, правда? А вот представьте, если вот вы попали в проект, даже если вы новичок, что мы боимся осуждения, но почему мы не думаем именно в такой стезе, что мы себе хотим улучшить материальное положение и другим хотим помочь. Не нужно бояться, что кто-то нас не поймет, кто-то будет осуждать, обсуждать, отговаривать. Нет, уведомили, и все. Их мнение – это их мнение. Но, например, как даже вот привести пример меня. Скоро в этом году 10 лет, как я в компании. Сначала, может быть, ваш теплый круг вам, даже тот горячий, не пойдет. Но потом они на вас насмотрятся, они вам придут. Главное – не стесняться и показывать, что, несмотря ни на что, ни на какие преграды, я всего добьюсь. Ну и, наверное, все слышали такое понятие, как список знакомых, потому что весь интернет, фестрит, что работаем с современными методами, без звонков, без списка знакомых и так далее и тому подобное. Но, как говорится, старые методы никто не отменял. Нужно знать все методы, а работать уже теми, какие для вас удобны. Но, еще раз повторюсь, за мой опыт в компании и плюс к тому, что у меня уже, можно сказать, 8 лет, как офис Фаберлик, знакомых нужно, девчонки, отрабатывать, отрабатывать и еще раз отрабатывать. Потому что я живу в маленьком городе, где, как говорится, все друг друга знают и вижу, как у меня встречаются. Знакомые, как встречаются, допустим, невестки, встречаются люди, которые часто какие-то праздники, какие-то празднуют вместе, но, не знаю, стесняются, наверное, скрываются, что они в компании Фаберлик, даже если они просто консультанты, покупатели, они никому ничего не говорят. И в итоге у меня, допустим, произошла встреча, и первое, что они всегда говорят, о, привет, ты тоже здесь. И начинается, ой, я здесь уже давно, ой, а я недавно и так далее. А если бы не стеснялись, и даже если в интернете кто-то где-то кому-то предложил, если у этого человека с вами хорошие отношения, конечно, он вспомнит про вас, а не пойдет куда-то в интернет, что тем более нынче, особенно у нас в Беларуси, очень много мошенников появилось, раньше такого не было. Конечно, очень часто люди боятся давать какие-то именно свои данные. А своей знакомой, конечно, она данные даст. Поэтому сегодня мы тоже проговорим про такое, как список знакомых. Список знакомых – это не те, кого вы приглашаете на бизнес в интернете, неважно, это дисконт или продукт. Это вам нужно вспомнить всех-всех, кого вы лично знаете в лицо, вас знают. Одним словом, все, кому вы говорите – здравствуйте, привет, здрасте. И запомните раз и навсегда – никогда не решать ни за кого. Не важно, кем этот человек работает, будь то повар, будь то продавец, или же это бухгалтер, экономист, а может, даже это и директор школы. Ничего страшного. Все все покупают в магазинах, все пользуются этим, а особенно те, кто попробовал нашу продукцию, вы знаете, что они дальше все это покупают. Значит, работа со списком знакомых – это такой метод поиска людей в команду, с которыми очень легко начинать бизнес. Почему? Потому что у вас доверительное отношение. Как здесь на слайде уже написано, что он проверен годами. Да, раньше только так и работали. Благо мы сейчас работаем совсем по-другому, потому что на самом деле новички очень часто сдувались именно на этом методе, потому что, как я уже сказала, где-то стыдно, хотя я не понимаю, почему здесь должно быть стыдно. Как говорится, мы же не под церковью стоим, попрошайничаем. Где-то, может, стеснение, где-то с кем-то не очень хорошие отношения, но этот метод, еще раз повторюсь, не нужно вычеркивать. Этот метод нужно использовать всегда и везде. Даже если вам первое время будут отказывать, но это приведет к чему? Что все-все, как я всегда говорю, будут знать, что вы в Фаберлик. Одним словом, весь мир должен знать, что вы в Фаберлик. Теплые контакты – это те, с кем вы здороваетесь, как я уже писала. То есть привет, здравствуйте. А теплый рынок – это не обязательно те, с которым вы имеете вот именно теплые отношения, так, привет, но которых вы знаете, допустим, они не знают, где вы работаете, вы знаете, где вы их работаете, где они работают. Вот, к примеру, это кассир в банке. То есть вы знаете, что она работает, допустим, в банке, но лично вы с ней не знакомы, вы даже можете не знать, как ее зовут. Но вы обслуживаете всегда в одном и том же банке, поэтому и вы ей примелькались, и она вам примелькалась. И очень часто с такими людьми просто начинаешь здороваться. Значит, если никогда не составляли список знакомых, это делается таким образом – составляется дерево знакомых. Ну, дерево – это дерево. Хотите – рисуете, хотите – стрелочками. Значит, начинает сначала с близких, родственников. Это родные, двоюродные, их жены, мужья. Дальше – этих жен, мужей, братья, сестры. Затем, там, двоюродные, братья, сестры, их жены, мужья. Троюродные и так далее и тому подобное. Кумовья. Затем друзья. Ну, в принципе, здесь объяснять не обязательно. Родственники, друзей, опять же, друзей, те же подруги или там двоюродные. Ну, если хорошо общаешься, все равно ты где-то пересекаешься. Соседи ни в коем случае не нужно. Нужно их отставлять. Коллеги по работе, особенно если вы меняли часто свою работу. Поэтому, как говорится, во всем нужно видеть плюсы. У вас много коллег по работе. Ну и, конечно, рекомендации тех знакомых, которыми вы поработали. Источники пополнения списка знакомых. Контакты в телефоне. То есть, именно нужно просмотреть контакты. Для меня этот метод, можно сказать, уже не работает, потому что, если посмотреть мои контакты, у меня уже почти все. Ну, процентов 85 в моем мобильном телефоне контактов – это те, кто в Фаберли. Не важно, это могут быть консультанты мои, консультанты не мои, так как офис. Это могут быть какая-то администрация, это арендодатели. Даже если это бывшие коллеги, но все равно они у меня обслуживаются. Так что для меня это уже не работает. Ну, а если вы не начинали, обязательно нужно просмотреть контакты в телефоне. Можно сейчас работать через мессенджеры, то есть, не обязательно даже созваниваться. Я, например, уже давно ни с кем не созваниваюсь. Я экономлю свое время. Про это я рассказывала ранее. Поэтому общаюсь только через Вайбер, Ватсап, Телеграм. И не забывайте, что очень скоро у нас акция будет. Тысяча рублей, как всегда, или 30 белорусских рублей. Поэтому у вас будет просто шикарнейшая возможность проработать свой теплый круг, уведомив каждого, каждого, каждого. Еще раз повторюсь, никогда ни за кого не решайте. Неважно, хорошие у вас были отношения, не очень. Ну, всякое бывает, допустим, с теми же коллегами по работе. Все забывается. Все зависит, как говорится, как вы преподнесете. Если теплые отношения на привет, значит, так и пишем. Привет, как дела? Ты, наверное, знаешь, что я вплотную сотрудничаю с компанией Фаберлик. Поэтому не могу тебе не рассказать про шикарнейшую акцию. И вкратце про акцию. А так как мы работаем наборчиками, можно даже, как говорится, их и не грузить. Что сейчас у нас акция. Ну, правда, я не знаю, как она будет звучать. Но, к примеру, так как было, что, опять же, в белорусских. Покупаешь 30 на 60 рублей, платишь, допустим, там 30 или там 28. Это тоже сейчас уже нам не обязательно, потому что не каждый захочет смотреть там каталог. Даже если он у нас загружен на диске и так далее. Просто не могу мне предложить тебе самые выгодные наборы. И 3-4 набора. Больше не нужно. Даже если логически подумать, хватит 3. То есть это будет, допустим, бытовая химия, парфюмерия какая-нибудь. И можно какой-нибудь сборной, где будет и уход за лицом, телом, парфюмчик и бытовая химия. Все. Очень много людей соглашается. Очень много. Даже если они потом не будут заказывать. Чему это приводит? Я уже сколько раз сталкивалась. Что если вдруг этот человек когда-нибудь забудет, что он зарегистрирован в Фаберлик. И, к примеру, там через 3-4-5 месяцев ему в интернете придет предложение. Неважно. Будь то бизнес, будь то дисконт. Он на автомате дает данные. Его начинают регистрировать. И вуаля, человеку написали, что регистрация невозможна, потому что такой человек есть в базе. А очень много людей таким образом теряют своих знакомых. И еще раз повторюсь. Именно вот могут, именно даже близких своих знакомых, там двоюродные. Те, с которыми раньше дружили. Потому что, говорю, сколько раз сталкивалась на офисе. Поэтому вовсю, в эту акцию, которая у нас будет, проработать теплый круг. Дальше. Просмотреть фотоальбомчики. Если у вас нет альбомов со школьных времен, значит, будет повод лишний раз съездить к родителям, взять альбом и вспомнить, с кем общался, с кем дружил. Если телефонов нет, я думаю, не всех есть телефоны таких друзей детства, можно сказать. Для этого существуют соцсети. Быстренько найти в соцсетях, неважно, какие это. И, ну, конечно, здесь не нужно начинать, ну, об этом мы поговорим сразу в лоб, что предлагаю тебе оформить там дисконт или бизнес. Нет, здесь нужно начать издалека, но у вас будет вполне, возможно, новый покупатель или же бизнес-партнер. Дальше записные книжки. Сейчас их, конечно, наверное, никто не ведет, но раньше было такое время, поэтому посмотреть записные книжки. Ну, одноклассники, одногруппники, однокурсники, это мы говорили, коллеги по всем местам работы. Почему я всегда пишу по всем местам работы? Потому что я, к примеру, за 8 лет стажа работала в двух школах, приют, председатель кооператива. То есть, можно сказать, 4 места работы у меня за 8 лет. Дальше, автошколы. Сейчас очень популярно, все почти девчонки у нас автоледи, поэтому вспомнить, с кем учились в автошколе. Группы в вайберах или там ватсапах. Очень много сейчас различных групп. Продавашки, мамочки, барахолки. И, кстати, чтобы вы именно, как говорится, примелькали в таких группах, я рекомендую подписываться, особенно в вайбере, ну, что касается, допустим, для Беларуси, в фаберлик. То есть, имя, фамилия, допустим, точка фаберлик. Неважно, будь то английскими буквами или русскими. Это все к чему приводит. Вот даже, по-моему, на этой неделе у нашей Гали Потопчук была такая регистрация, что она где-то в группе или сама что-то написала, или ответила кому-то на какой-то вопрос в группе. Вот именно в группе. И человек увидел, что она подписана в фаберлик и написал в личку, мол, можно заказать такую-то, такую-то воду. Ну, конечно, Галя ее зарегистрировала, заказала воду и в итоге и новичок из нашего города, и баллы, и вполне возможно, что этот человек останется. Ну, и кружки, клубы, куда вы ходили, куда ходят ваши дети, может быть, мужья, то есть тоже проработать. У меня, кстати, были такие случаи, ну, раза три точно. Вот у меня муж ехал на день рождения в соседнюю деревню. Ну, они ко мне обратились, парни, мол, организуй подарочек. И получается, я организовала подарок, и они там еще скинулись деньгами. Ну, в принципе, это логично, чтобы и что-то себе осталось, и, как говорится, трать деньги куда хочешь. Но я еще к подарку положила обязательно каталог со своими данными, мол, это передать жене. Это было, чтобы вас не обмануть, ну, может, лет шесть назад. В итоге эта жена до сих пор у меня зарегистрирована. Каждый каталог делает заказы, правда, делаю ей заказы я, ничего страшного. И вот вам, пожалуйста. И таких случаев очень-очень много, просто такой вот припомнился. Дальше, откуда еще пополняем список знакомых? Это специалисты, куда мы тоже ходим. Это парикмахер, мастер по маникюру, библиотека, если кто-то туда еще ходит, магазины, банк, как я уже говорила, детский сад, школа, ателье, аптека, почта, кафе. У нас, моими девчонками, как я говорю, что у нас город маленький, вот это все проработано уже очень много раз. Почему, допустим, опять же, приведу пример, что мой офис занимает, ну, это только в этом году, но вообще и занял третье место по области. И оборот у нас хороший, потому что очень много людей, именно вот таких вот различных знакомых, различных специалистов зарегистрировано и у меня, и у той же Гали Потапчук, и у Оли Синькевич. Вот именно много зарегистрировано нашей структуры. И сами понимаете, когда человек приходит к своему вышестоящему наставнику, я в них заинтересована, я могу что-то где-то преподнести, и в итоге таким образом у нас идут и продажи. Поэтому, еще раз повторюсь, никогда ни за кого не решаем. Также источники пополнения списка знакомых – это хобби. Очень много девчонок имеют какое-то хобби, это могут быть и собаки, и кошки, и велоспорты, и вязания. Сейчас хендмейт очень в моде, или, допустим, те же торты, кулинария и так далее. В таких случаях обязательно нужно иметь также каталог, если вы куда-то едете, неважно, на день вы едете, куда-нибудь там с палатками на ночь или же в какой-то санаторий, обязательно-обязательно с тобой нужно иметь каталог. Особенно если вы едете машиной, почему бы не положить тот бардачок, даже не один, а несколько каталогов. События различные – это могут быть свадьба, юбилей, выпускной, социальные сети, опять же, если вы увидели где-то каких-то знакомых. Также это могут быть бывшие консультанты. Если вы знаете, что раньше человек был зарегистрирован, можно просмотреть, проверить. И также могут быть настоящие консультанты от других компаний, особенно если он продавец. То есть если он не в бизнесе, а если он продавец. И у меня лично в структуре было много таких людей. И сейчас есть те люди, которые сразу занимаются двумя, а то иногда и тремя сетевыми компаниями именно как продавец. Просто рассказать разницу. Ни в коем случае в таких случаях, тавтология получается, не говорить ничего плохого про его компанию. Просто рассказать, вот ты там покупаешь, предлагаешь то, 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 то. У нас есть еще такой вот ассортимент. Вполне тоже можно зарабатывать. Ну и для этого, конечно, нужно завести толстую и красивую тетрадь. Я последнее время словила себя на мысли, что если раньше, ну, как говорится, все мы люди, все мы вышли почти с одинаковых семей, с одинаковым воспитанием. Поэтому раньше на что всегда смотрел, чтобы купить что-нибудь подешевле. А сейчас, например, да, я смотрю, чтобы и красивая обложка была, чтобы и листы были удобные такие, классные. Не знаю, как передать, но вот именно смотрю, какие листы. Почему и написала, что заводим толстую и красивую тетрадь на список знакомых. Чертим табличку. Ну, конечно, это все можно делать нынче и в Excel, и в Word, кому где как удобнее. Значит, номера по порядку, обязательные условия, обратите внимание, от 100, то есть не менее 100 знакомых у вас должно быть. И опускаемся по убыванию до единички. Дальше фамилия, имя, отчество не обязательно. Телефон и адрес, если знаете. Дальше, когда встречались, примерная дата. Дальше, когда вы уже созвонились или списались, что вы предложили, то есть предложили бизнес или дисконт, что человек вам ответил. Дальше, какие были у него вопросы, смогли вы на них хорошо ответить или же плавали, как говорится. Какое этот человек принял решение или же, допустим, вы позвонили, этот человек сказал, ой, знаешь, я сейчас занята, перезвони мне там, допустим, завтра или вечером и так далее. То есть обязательно нужно помечать, когда перезвонить в следующий раз. Если человек вам отказывает, это тоже дальше мы будем говорить, обязательно, если тебе это неинтересно, может, ты знаешь двух девчонок, которым мое предложение было бы интересно, обязательно тоже такое помечать. Значит, как вести такую тетрадь? Ну, еще раз повторюсь, кому-то удобно в тетради, кому-то удобно все делать в Excel, допустим. Здесь уже хозяин-барин. Взять в привычку каждый день писать до 10 новых имен. То есть вы 10 имен написали, вы их проработали, если там отказы вам каждый еще дал знакомых, кто-то одного, кто-то два, а кто-то им больше, и в итоге так каждый день у нас прорабатываются новые люди. Еще раз повторюсь, важно никогда, ни за кого не принимать решения. Если человек вам сейчас отказал, это значит не сейчас, но это не значит никогда. Вы без понятия, в какой момент человеку позвонили. Может, у него сегодня плохое настроение. Может, он, допустим, только что отдыхал, вы его разбудили. Такое тоже может быть. Может быть, он в этот день поссорился со своим мужем, или же там расстроил ребенок, или же на работе ему сделал замечание начальник. Всякое может быть. Это жизнь. И тут вы со своим предложением. Конечно, он может отказать. Хорошо, если еще не нагрубить. Но это не значит, что никогда. Это значит не сейчас. Первое. Ну и второе, как я всегда говорю, эти люди будут знать, что вы в Аберлик. Есть такая методика, как тысячу нет. Я давным-давно ее проходила. Нам Оксана ее давала, вот не помню, или на обучении, или так где-то присылала. В общем, я не помню. Еще у нас тогда вебинаров не было. Но скажу вам честно, даже 100 нет, не собралось. Там специальная табличка, вот именно прямоугольники, тысячу, и получается, каждый раз, когда тебе отказывают, неважно, ну, это, допустим, что касается теплого круга, но такую методику можно вести новичку, как говорится, для и мотивации, и повышения вот какой-то значимости своей. Даже если работаешь в интернете, вот когда тебе отказывают, вот сегодня, вычеркивать один прямоугольник, очень часто доходит, что, еще раз повторюсь, даже 100 отказов не собирается. Потом ты становишься уверенным, ты как-то по-другому преподносишь информацию, и тебе перестают отказывать. И статистика, которая не только моя, а вообще, которая вот именно, слово вылетело, проведена специалистами именно MLM бизнеса, что теплый рынок лучше срабатывает и в покупательской среде, и в бизнес-партнерах. Ну, не буду я вам зачитывать то, что вы видите на слайде, потому что, в принципе, вы видите, но не надо далеко идти. Вот, к примеру, давайте возьмем меня. Я первый директор нашей Оксаны Богданович, но я к ней пришла как теплый круг, потому что, ну, она меня нашла в сети Одноклассники, но мы с ней знакомы 2002 года, мы учились в одном колледже, она на год была старше, жили на одном этаже, комнаты в общежитии, комнаты были напротив друг друга. То есть сначала мы примелькались, а потом мы, в принципе, начали общаться, она мне даже помогала, очень хорошо помню, урок математики разрабатывать на практику, и, получается, Оксана отрабатывала теплый круг. Так, так, я тогда была в другой сетевой компании, она со мной списалась, потом мы созвонились. Ни слова она не говорила про мою сетевую компанию, до сих пор помню этот разговор, а она просто, ну, как всегда, там, как дела, что нового, то все, и затем она рассказала мне, что она ушла со школы, хотя я знала, где она училась, и, кстати, самое интересное, вот, получается, мы с ней жили друг напротив друга, а затем после колледжа она поступает на высшее, в университет в Бресте и попадает в одну группу с моим двоюродным братом. Так что, можно сказать, Оксана от меня не отставала, даже я видела пару фотографий, где она с ним, они географы, ездили по различным раскопкам. Вот вам, пожалуйста, теплый круг. Она рассказала, что она уволилась с работы, что у нее свой офис, что она недавно прилетела с Египта, какой у нее доход, что она купила себе машину и так далее, и тому подобное. И, в принципе, ну, можно сказать, она там старше за меня на год. Ее уровень жизни и у нас квартира однокомнатная в среде. Конечно, меня это зацепило. И, благо, наша Оксана Стратег сразу она мне выслала на следующий день каталог на тот момент, выслала пару пробничков, выслала какие-то брошюрки по маркетинг-плану, ну, и в итоге так начала работать. Поэтому еще раз говорю, теплый круг никогда не нужно отменять. Дальше, опять же, продолжаем. Мой пример. Все мои бизнес-партнеры, которые не сейчас, потому что сейчас у нас новые лица появились, новые девчонки, а вот даже год назад все мои бизнес-партнеры – это теплый круг, и о них мы тоже поговорим. Значит, главное правило, когда разговариваем со своими знакомыми. Информацию не навязываем, по-другому это говорится, не впариваем, а говорим простыми словами. Конечно, это должен быть не лекция, не театр одного актера, а вот именно вопрос-ответ. Дальше, если вы кого-то встретили вот на улице, может, где-то в каком-то транспорте, ни в коем случае не нужно говорить на бегу, если человек куда-то спешит, если вы видите, что человек не предрасположен именно сейчас к разговору, а нужно это все сделать при встрече. Даже если вы встретились там, привет, привет, как дела, что нового? Ой, знаешь, у меня столько нового, что даже, наверное, не хватит дня, чтобы рассказать. Может, давай где-нибудь встретимся за чашкой кофе, чая в каком-нибудь там кафе, или же, если у вас хорошие отношения, можно прийти в гости и поговорим. И вот тогда уже так невзначай можно рассказать о своем бизнесе. Рассказывать обязательно уверенно, обязательно. Конечно, опять же, если вы новички, вы скажете, откуда взять эту уверенность. Давайте начнем с того, что первое, в чем вы должны быть уверены, это в компании, в продукте, в качестве продукта, ну и, конечно, в нашем проекте, потому что вы сами видите, что деньги в Фаберлик есть, что девчонки зарабатывают. Да, есть разный доход, но, конечно, это зависит и от опыта, и от рекрутинга, и, наверное, еще от подхода. Немаловажно, потому что кто-то относится как к подработке, а кто-то к бизнесу, но уже вот это должно давать вам уверенность. Также вы должны очень хорошо выглядеть. Вы идете навстречу, ну, это если личная встреча. Если вы в интернете, ну, так как говорится, никто вас не видит, как вы выглядите, когда сидите дома. Но если вы идете навстречу, вы должны выглядеть просто с иголочки. Вы будете предлагать новому партнеру бизнес. Поэтому у вас должна быть в первую очередь чистая, чистые волосы, ухоженные ногти. Должны вы быть, конечно, не в спортивном костюме. Ну, не обязательно костюм, но чтобы было стильно, можно джинсы и рубашка, допустим, джинсы и майка. Но чтобы у вас был, вот не знаю почему, но у меня всегда цепляется, чтобы у вас был хороший кошелек, потому что очень часто, когда человек куда-нибудь приходит, достает где-то рассчитываться, а там уже все вываливается, все разваливается, даже если деньги есть, но кошелек просто ужасный. Хорошая сумка и многое-многое, это все дает нам уверенность. Дальше, с теми, кто недозрел, то есть кто сомневается, там, допустим, я подумаю, давай в другой раз, разговариваем частями. То есть да, хорошо, понимаю, конечно, когда тебе удобнее написать. Или же просто через несколько дней. Особенно у нас есть просто шикарнейший плюсик, что мы работаем совместным построением, то есть веточками. Поэтому как бы не взначай, так как мы уже с этим человеком разговаривали, как бы не взначай. Слушай, у меня сейчас такой поток регистраций, ты же знаешь, ну, ты с человеком разговаривала, он знает, что такое совместное построение, что такое веточки, и вполне возможно, эти бы люди были бы уже твоими бизнес-партнерами. Но ты мне не дала ответ, может, ты уже решила бы, решила в итоге. Такое тоже может работать, и люди регистрируются быстрее. Опять же, у меня, наверное, на каждом слайде, что ваше единственное обязательство – уведомить всех-всех-всех, что вы не продаете в Фаберлик. Мне еще сейчас скажу, как-то говорят, занимаетесь в Фаберлик. Вот вы занимаетесь в Фаберлик, мы что говорим? Занимаются там хобби и так далее. Я развиваю бизнес. Вот именно вы развиваете бизнес в проекте-партнер, в первую очередь в проекте-партнер, который сотрудничает с компанией Фаберлик. И, опять же, повторюсь, если на все это человек вам все равно говорит «нет», значит, обязательно завершаем разговор. Может, ты знаешь кого-нибудь, или у тебя есть знакомые, там, коллеги, которым мое предложение было бы интересно. Это тоже человека может немного зацепить. И не обманывать знакомых. То есть, если вы просто новичок, так и говорить, что мне предложили выгодное партнерство, я решилась, я только обучаюсь, допустим, там, прохожу школу или, там, настраиваю, там, платный метод и так далее. Но у нас есть, назвали, пару человек, которых шикарнейшие результаты. Опять же, у нас есть канал доходов, где вы можете взять пару именно картиночек и показать, что люди зарабатывают. Да, есть разные. Также не забываем, что сейчас все есть или в Вайбере, или в Телеграм. В Телеграм вообще мне чем нравится, что сразу приходит сообщение, что там новый контакт в Телеграм. Я, например, сразу добавляю таких людей в чат наш продукция, особенно если это консультант, я знаю, сразу добавляю продукцию и в доходы. Мотивацию – это если уже человек пришел 100% на бизнес. А так продукция и доходы. Ну, а дальше человек пусть решает оставаться или выходить. Ну, и когда у вас появится уверенность, когда вы будете понимать, что вы не унижаетесь, вы никого не упрашиваете, вы никого не заставляете, а вы работодатель, который предлагает своим знакомым, друзьям, коллегам улучшить свою жизнь, свое материальное положение. То есть вам устраивается на работу, тогда у вас появится уверенность. Ну, из чего начать? Конечно, с себя. Многое я уже сказала. То есть ваш личный настрой. Даже, кстати, девчонки, если вы работаете в интернете. Ну, не знаю, как это объяснить, но, наверное, это все передается через этот голубой экран, как говорится, с плохим настроением лучше не садиться, не рекрутировать. Ладно, если реклама, она сама по себе крутится, но с другой стороны, если у вас в этот день, а мы надеемся, в этот день будет это, придут новые регистрации, вам же с ними нужно будет списаться или созвониться, оформить заказы и так далее и тому подобное. Люди это чувствуют, первое. И второе, сколько раз сталкивалось, что если ты с плохим настроением, может прийти негативный человек, неважно это, бизнес-партнер, а если бизнес-партнер, то можно сразу браться за голову, или же покупатель, который вам даст жару, можно сказать. Поэтому, если вы себя плохо чувствуете, у вас плохое настроение, лучше в этот день не работать. Займитесь собой, можете там заняться готовкой, уборкой, сходить в какой-нибудь кафешку, салон или просто погулять, но лучше с плохим настроением не работать. Дальше. Ваше желание расти и развиваться. Ну, этого у нас в проекте предостаточно. Только с чего стоит наш женский клуб? Вебинары нашей Оксаны Богданович. Поэтому здесь, как говорится, просто бери, делай, ну и, конечно, применяй на практике. Позитив всегда и во всем. Ну, я не знаю, почему, может, из-за того, что я сама по себе человек, можно сказать, всю жизнь на позитиве, я иногда не понимаю недовольных людей. Опять же, отвлекусь. Тут остался кто-нибудь, а то что-то все молчат. У меня есть на офисе хорошая женщина. Она уже на пенсии, но она очень хорошо выглядит. Она старше моей мамы, но она очень хорошо выглядит. И она такая веселая всегда приходит. То-се. И не помню, когда, но, как говорится, не важно, но я где-то ей сказала, мы так что-то разговаривали, разговаривали, разговаривались. И она там, ну, там, такая ситуация, такая. Я ему так сказала, говорю, знаете, ну, конечно, не подумайте, что я там куда-то лезу в вашу личную жизнь, но у вас прям на лице написано, что вы, говорю, позитивчик по жизни. Говорю, у вас и морщинки идут именно с позитивной мимикой. Говорю, сразу видно, какой человек. Если человек всю жизнь нытик, нюни, все плохо, все во всем виноваты, у него даже морщинки идут как-то, ну, знаете, как рисует рожицу, вот с такой улыбочкой. Говорю, а у вас морщинки такие веселые. Человеку так это понравилось, но вот это на самом деле так. Когда ты с позитивом по жизни, как говорится, ты даже стареешь красиво. Вот. Дальше у вас должны быть несколько вариантов сообщений. Обязательно. Несколько. Об этом мы тоже с вами чуть позже поговорим. Ну, и когда вы новичок, об этом, по-моему, Яна рассказывала, или кто, что выводим на директора, то есть чат на троих, можно сказать, но перед этим обязательно его представляем ему, если есть какие-то у тебя вопросы, спрашивай. Но не нужно сразу ни в коем случае никого грузить. Никогда никого не надо грузить, а то сразу все, что знаю, загрузила, а люди какой сделали вывод? Все, кто попало. Это 100%. По-другому они сказать не могут. Пример собеседования. Ну, конечно, если вы этого человека не видели давно, допустим, это одноклассник, одногруппник, друг детства, сосед в детстве и так далее, нужно, конечно, ну, вести обычную переписку, неважно, это переписка или это живое общение, о чем бы ты сам по себе разговаривал, то есть там, привет, как дела, что нового, а где ты живешь, там, замужем, не замужем, дети, как здоровье, где работаешь, там, ну, вот такое. Спросил, 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 человек ответил за тем, что человек, конечно, это же все спросит у тебя. И только потом, когда человек спросит у тебя, уже затем ты рассказываешь, ну, вкратце, опять же, про тебя, где живешь, семейные положения, и затем, когда приходит к работе, даже если ты сейчас работаешь. Я на данный момент работаю учителем, но планирую в ближайшее время уйти, потому что совместно с этим я успешно развиваю бизнес в проекте «Партнер», который выбрал для сотрудничества компанию «Фаберлик». И, наверное, я такое слышала. Так, об этом говорила, что если новичок, приглашаете на наставника. Так, дальше. Я просто отвлекаюсь, мне здесь везде пишут, хотя у меня не такой экран, как у Оксаны. Но все равно везде пишут, и на автомате все читаешь. Дальше можно пойти на маленькую хитрость. И вот когда побеседовал, особенно если это хороший теплый круг, то есть, допустим, там, кума, там, подружка, ну, люди, с которыми ты хорошо общаешься. То есть, там, привет, как дела, чем занимаешься? Слушай, мне нужен совет. Я как-то не могу решиться, мне нужен совет. И вот, как говорится с хитростью, так и говоришь. Я нашла себе или подработку, или решила кинуться в бизнес, но что-то я побаиваюсь. Может, ты послушала бы презентацию или вебинар. Вот, допустим, вчера Оксана проводила шикарнейший вебинар, открытый на весь мотивационный чат. Мы все знаем, что такие вебинары открытые, и на них очень круто, особенно что касается нашей Оксаны, звать свой теплый круг. Вы посмотрите, что они, на самом деле, эти вебинары сыпанут вашу, там, подружку, знакомую, и, вполне возможно, она послушает и скажет, ну да, почему бы нет, вроде бы честно рассказывает, ну да, вот она сказала, это же на самом деле так. Вот, опять же, я привожу пример вчерашний вебинар. Так, слушай, а может, и я с тобой вместе в бизнес кинусь. И вот такой вот, можно сказать, лайфхак очень часто тоже срабатывает. Как говорится, все методы в этом, в этой бизнесе хороши. Также можно звать на третье лицо. Что это значит? То есть вы лично этого человека не зовете, а спрашиваете совет, то есть, привет, как дела? Сейчас я работаю или сотрудничаю с проектом партнер, и мне нужны новые сотрудники или партнеры для работы в интернете. Работа только дома. Мне это очень нравится. Здесь можно добавить, допустим, тем более ты знаешь мою ситуацию. Ну, как говорится, можно развивать сколько хотите. Может, у тебя есть знакомые, кто сейчас без работы или в декрете, кому нужны там деньги или нужна подработка. Тоже очень часто может сработать, что не поняла, почему это она мне не предлагает, а предлагает там каким-то моим знакомым и друзьям. Такое тоже может сработать. Опять же, привет, дорогая, нужна твоя помощь. Ну, еще раз повторюсь, это зависит все от той степени, как вы общаетесь с этим человеком. Привет, дорогая, нужна твоя помощь. Может, у тебя есть какой-нибудь открытый, активный, позитивный, целеустремленный человек. Нам нужно два сотрудника. Здесь, конечно, в чем суть? Что этот человек уже знает, что ты сотрудничаешь с Фаберлик, что ты в проекте партнер, и вот так как бы не взначай. Опять же, привет, мне нужен твой совет. Порекомендую, кому я могу обратиться. Я ищу молодую девушку, студентку или маму в декрете, которая приятная, приятная в общении, общительная, позитивная, которой нужен дополнительный доход частичной занятостью. Мне требуется такой человек для работы административного характера. Буду очень признательна за помощь. Опять же, привет, может, знаешь, кому нужен дополнительный заработок. Есть классная тема. И опять же, вот, допустим, кто видел, кстати, поставьте единички, что рассылают даже вот в чатах, допустим, Вайбера, вот таких группах, что, мол, требуется девушке, допустим, там от 25 до 38 лет для рассылки сообщений, заработок. Это опять такой же метод. Вот. Это вполне, это не наша сетевая компания, но это такой же метод. Вот вам, пожалуйста. Привет, как твои дела? Слушай, я осваиваю новую профессию интернет-предприниматель. Сейчас я на стадии обучения. Помоги, пожалуйста. Мне важно набрать количество участников на вебинар. Будь другом, удели 40 минут своего времени, просто зайди и послушай. Это, опять же, вот если такое невзначай приглашение на наши открытые вебинары. Привет, может, слышала, я открыла свой интернет-магазин. Набираю сейчас сотрудников для рекламы в интернете. Может, знаешь, кому нужны деньги? Ну, вот, девчонки, кто из России, вот это сообщение вам подойдет. Нам, кто в Беларуси, оно не подойдет. Почему? Потому что если мы всем подряд будем понить, что мы открыли свой интернет-магазин, так как мир полнится слухами, а у нас в Беларуси иметь интернет-магазин запрещено. Не, конечно, можно, но ты его там регистрируешь, там, бла-бла-бла. Чтобы, как говорится, не нагрянули налоговые инспекторы. А вот у вас в России это тоже зайдет очень хорошо. И еще раз повторюсь, будьте уверены, что спросят, особенно, когда вы спрашиваете, там, может, у тебя есть знакомые девчонки, почему мне ты не говоришь? Мне сейчас очень нужны деньги, допустим, там кто-то взял кредит какой-то или еще что-нибудь. Как говорится, у каждого есть свои... Не тараканы в голове, это было выражение. В общем, вы поняли, что я хочу сказать. Дальше. Виды приглашений. Это могут быть на дополнительный заработок. Дальше то, что я говорила. Ты знаешь людей, которым нужны деньги. Допустим, в гостях где-то вот посидели, то все, особенно, если, знаете, встречаются семейные пары, потом где-то мужчины уединились с девушками, у вас хорошие отношения. И вот так, как бы не означает, слушай, у меня к тебе есть дело. Дальше. Мне нужна твоя помощь. Хочу с тобой поговорить. Ты, опять же, спрашиваешь совета, что, мол, мне тут предлагают подработку, я на стадии обучения, может, ты можешь зайти, опять же, на этот семинар послушать. Дальше. Меня пригласили на встречу. Ты мне нужна в качестве поддержки. Это если ходят вот на встречи такие, в кафе, допустим. Я нашла себе работу, обещают неплохие деньги. У меня уже кое-что получается, там, не могу тебе ни рассказать, ни показать. Тем более у нас очень круто, круто пострича от мотивации в первые дни каталога. Тем более у нас со всем поздравляют и с прохождением школы, с первой регистрацией, с первым доходом и так далее. Вот такие эти картинки вы все собираете. И плюс не забывайте, что в соцсетях это тоже обязательно нужно размещать, чтобы все окружение видело, где вы сейчас находитесь. Тебе скучно сидеть дома, пошли со мной. Слушай, ты моя лучшая подруга, я к тебе хорошо отношусь. Когда мне рассказали эту информацию, сразу вспомнила про тебя. Есть интересная тема, где зарабатывают деньги. Мне так нравится новая работа, приходи, расскажу. Или же опять же пригласить на какой-то открытый вебинар. Также не забываем про наш женский клуб. Всегда рассказывать. Особенно если это ваша близкая подруга. Рассказывайте, что вот допустим у меня наладились отношения там с мужем или с детьми, или с мамой. Это все благодаря женскому клубу, который у нас проходит. Плюс не забывайте, что вот первая встреча женского клуба полностью есть. Есть все заседания у Оксаны на YouTube. Также она какие-то где-то вырезки вот этого всего делает. То есть вы можете просто этим делиться. Ищу компаньонов для ИП. Есть вакансии, но это очень часто можно встретить тоже в интернете, в чатах Вайбера. Нам в команду нужны директора прямо сейчас. Я не могла не вспомнить про тебя. Если вы в ответ слышите возражения, а возражения были, есть и будут, они делают и нас сильнее. И плюс, если человек очень много где-то возражает, что-то где-то расспрашивает, сомневается, особенно если он задает такие каверзные вопросы, особенно если это и теплый ваш круг. Но, в принципе, вы его последний раз видели, допустим, в школе или в колледже. Значит, вполне возможно, что этот человек уже был в какой-то сетевой компании, поэтому у него такие вопросы. Это первое. А второе очень часто. Здесь проскальзывает лидерская нотка. Если человек не грубит, а именно вот такие интересные вопросы задают, вот сразу проскальзывает лидерская нотка. Тогда можно скинуть или записи каких-то вебинаров, обучений, или же можно, допустим, поделиться каким-то из уроков нашей школы. Дальше всегда запомните разно всегда. Если вы предлагаете бизнес и вам отказывать точно так, как с холодным кругом, точно так и с теплым, обязательно предлагайте дисконт. Но просто если вы знаете, что этот человек вполне мог бы работать, таких людей, просто регистрируйте в веточку. И затем, кстати, очень часто, когда такие люди сделают 50 баллов и заберут какую-то скидку, они обязательно потом пишут или звонят тебе, слушай, я не поняла, вроде бы ничего такого не делала, это какая-то объемная скидка, и в итоге ты рассказываешь, что все, тоже люди могут случиться. Дальше расскажите о помощи наставника. Обязательно, еще раз повторюсь, рассказывайте про проект, рассказывайте про наш женский клуб. И рассказывайте, особенно если человек пришел в другой сетевой компании, если был, что помогаем в построении веток. Ну и, конечно, если человек и отказал, ни в коем случае не расставаться с ним, не ссориться, не грубить ни в коем случае, а дело твое, если что, ты знаешь, кому обратиться. То есть и периодически спрашивать. Конечно, не каждый день, тем более не упомнить. У меня для этого, вот, допустим, в «Одноклассниках» есть страничка обычная, обычного человека, как говорится. Она заведена вот сразу, как только появились «Одноклассники», и там у меня вот именно, можно сказать, теплый круг. То есть там нету незнакомых людей. Там и одноклассники, и одногруппники, где-то бывшие коллеги, где-то, допустим, жены каких-то коллег, мужа и так далее. То есть вот именно теплый круг. Если у вас такая страничка есть, тоже не значит, что ее нужно оставлять. Наоборот, у вас сразу есть, вот, допустим, у меня на той страничке, по-моему, 190 человек, так что можно сказать, ну, если там убрать близких родственников, ну, пусть будет там 180, то есть вот, пожалуйста, вам 180 контактов в вашу записную книгу. Ну, и не забываем обязательно простить рекомендацию, если человек уже категорически нет. Дальше. Виды сотрудничества тоже уже вкратце рассказала. Вы предложили. Если человек согласился, значит, работаем. Если он сказал, нет, мне неинтересно, мне, как бы, у меня муж хорошо зарабатывает или еще что-нибудь, значит, предлагаем дисконт. Если, согласно, регистрируем, если нет, тогда обязательно предлагаем стать VIP-клиентом. Что это значит? Это значит, чтобы покупали продукцию у вас. Обязательно. Нам всем нужны личные баллы. Лучше всего делать 100 баллов, особенно если у вас структура из разных стран. Когда вы станете директором, вы поймете, для чего это. Поэтому лучше делать 100 баллов. И у меня, например, вот моя подружка, которая живет в другом городе, ну, она знала, конечно, что я в Фаберлик, и вот где-то увидеть там что-то где-то, мне позвонила, я ей делала на свой номер, но всегда вкладывала каталог, всегда. И там, ну, по мелочи я ей сказала, что там на 29 рублей скидка, тем более я делала на свой номер скидка, значит, 26%. И тут один раз у нас, ну, была уже одежда, но еще не была такая популярная. Она мне звонит и говорит, слушай, хочу заказать куртку малому, а как она, а то все, говорю, ну, классная, заказывают очень много, ну, тем более там была куртка такая, как я видела, то все. И я ей так, ну, невзначай говорю, слушай, давай мы тебя зарегистрируем, зарегистрируем, как раз сумма хорошая, и ты, получается, еще подарок получишь. В итоге вот такая произошла регистрация. И вот она до сих пор со мной. Ну, не каждый каталог делает заказы, но заказы разные. Когда иногда бывали 50 баллов, и, если я не ошибаюсь, где-то человека 2, она тоже зарегистрировалась со своей работы. Но, девчонки, здесь сразу напоминаю, есть один минус. Если человек с вами в хороших отношениях, вот если там ваша подруга, там у сестра, тогда еще куда ни шло. Но если это совершенно другой человек, просто очень многие люди, кто делает заказы на свой номер, делают грубейшую ошибку. Они делают на свой номер. Когда человек совершенно посторонний приходит, допустим, на офис, забирает заказ на Карпович Ольгу, в таких случаях владелец офиса если он, как говорится, опытный и прошаренный, он может этого человека зарегистрировать. Люди же как приходят. Мне нужно забрать, особенно там за подружку, там за куму, или мне там сделали заказ. В итоге человек рассказал об акциях, рассказал, что ты сам лично теряешь, и так далее, и тому подобное. И в итоге регистрация на офисе, и нарушения здесь нет, потому что человека в базе не было. И опять же, если человек отказал, то есть нет, я пользуюсь там другой, или еще что-нибудь, значит, берем рекомендации. Чему это все приводит? Что эти все люди будут покупать продукцию со скидкой. Это вы сами знаете, если человек один-два раза попробовал, допустим, и крема для лица, и нашу косметику для дома, и нашу одежду, колготы и так далее, он будет дальше покупать. Дальше кто-то станет партнерами, так как я говорю. Третьи будут знать, что вы в Фаберлик, они будут вас наблюдать. И в это время, кстати, готовьтесь, у вас соседи наполнятся гостями ваших, потому что начнут все приходить, приходить, приходить. Неважно, есть они у вас в друзьях или нет. Ну, приходите, я всех дружить, 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 дружить. И по статистике, в холодном рынке лидер один из ста, потому что вы приглашаете совершенно незнакомых людей, а по теплому один из десяти, потому что они вас знают, они за вами наблюдали, особенно если у вас сейчас хороший доход, видно рост, видно ваши изменения, они к вам будут проситься. Например, у меня все таки говорили, я хочу быть как ты. Ну, и здесь огромный плюс, что не нужно время на утепление дружбы и контакта. Этот человек и так вас знает, вы сразу начинаете работать. Ну, и не забываем про личный бренд, то, что я вам сказала. После вашей проработки у вас соцсети будут просто пестреть гостями, поэтому просмотрите свои соцсети, чтобы у вас не было ни красивых фотографий. Ну, хотя мы всегда учим, что нужно фотосессии, прическа, укладка, макияж, маникюр. Но посмотрите, чтобы не было в соцсетях различных фотографий, там, застольями, или же там, не знаю, купальный сезон, баня и так далее и тому подобное. Я, например, считаю, что эти все фотографии – это для личного семейного архива, но ни в коем случае не для выставления в соцсети. И не боимся ни в коем случае размещать на своих страничках командные фотографии. Вы таким образом пиарите свой проект и себя. Тем более у нас каждый день в мотивационном чате выходят посты с готовыми фотографиями, даже если у вас нет своих фотографий. Обязательно-обязательно это делайте. Если старая переписка не работает, значит, изучаем новые, пробуем новые методы. И результат не заставит себя ждать. Нужно работать всеми методами по чуть-чуть, тогда будет различный результат. Это 100%. Особенно, что касается теплого круга, когда говорят, я там боюсь, мне стыдно. Еще раз повторюсь, абсолютно это не стыдно, чего здесь стыдиться. Как говорится, волка боятся в лес не ходить на что-то. Все ходят за ягодами, грибами, на шашлычки, на природу и так далее. Они вам будут писать. Если им кто-то предложит, они будут знать, что вы в Фоберлик, и они вам напишут. Сама сталкивалась не раз. Особенно мои, допустим, бывшие коллеги, когда появился, вот особенно Вайбер, они где-то посмотрят каталог. Вот те, кто не хочет регистрироваться. Но еще раз повторюсь, личный объем нам тоже нужно делать. Я им делаю какие-то скидки, акты, и в итоге они где-то посмотрели каталог и сразу мне написали. Также я всегда со своими покупателями честная. То есть, допустим, опять же, у меня кто-то постоянно, к примеру, берет воду Алатау и звонит или пишет, что, мол, закажи мне воду Алатау. Я всегда спрашиваю, тебе она срочно нужна или еще есть? Ну, есть вроде бы, просто в следующем каталоге она дешевле, вот, допустим, как сейчас. И такие люди от вас точно не уйдут, потому что они будут видеть, что у вас нет мотива на них заработать как-то где-то. А вы честный, открытый человек, и вы хотите, как говорится, в первую очередь заботитесь об этом человеке. Выводы очень и очень важные, именно с теплого круга. Опять же, повторюсь, никогда ни за кого не принимать решения. Дальше статистика. Из 10 контактов 5 будет регистраций, но это теплый круг. То есть те люди, которые вас знают, особенно если вы уже имеете доход, если они знают, что вы поберли, тогда может быть и больше. Но здесь вот лично я, опять же, не могу я без своих примеров, столкнулась с чем, особенно когда была акция 30 рублей в феврале. Я за два дня отработала весь теплый круг, полностью весь. Одноклассники, ВКонтакте, Вайбер, отработала всех. И вот, допустим, мои одноклассники, лично мои одноклассники, вот их у меня зарегистрировано 3 человека. Это те люди, с которыми я в школе хорошо общалась и с которыми мы дружили. Остальные, кому я не писала или не отвечают вообще, ну, именно с предложениями, даже когда предлагала вот на 30 рублей, или же писали, что там у меня сестра занимается или еще что, или же они регистрируются у других. Ну, здесь, как говорится, срабатывает, можно сказать, тупо человеческая зависть. Как это так? Оля на мне заработает. А вот те люди, с которыми я общаюсь именно... Здравствуйте, здравствуйте. То есть это где-то бывшие коллеги, вот где-то работники банка, там детские сады и так далее, там школа. То есть те, с которыми я так общаюсь, они наоборот были благодарны, что я предложила вот эту акцию, и все-все-все регистрировали. Но, еще раз повторюсь, это с моих одноклассников. А вот, допустим, со стороны мужа очень много его родственников, его одноклассников, его друзей зарегистрировано. То есть это, конечно, все зависит еще от мышления человека. Но, с другой стороны, мне не нужны в моей структуре вот эти завистики. Поэтому, сами видите, я ко всему отношусь с позитивом. Да, может, ей это сейчас не нужно, но через день, месяц, год она созреет, но она будет знать, что вы поберли. Мы всегда оставляем открытой дверь, то есть не грубим и всегда пишем. Если надумаешь, обязательно пиши. Мой телефон такой же, можно еще скинуть ссылку на свою соцсеть, допустим, рабочую. Пусть наблюдают. Даже если вам отказывают, стараться понять причину отказа. Обязательно стараться. Дальше, мотивировать изнутри этого человека, то есть то, что я рассказывала. Просить рекомендации других, но не ее, чтобы ее это цепануло. А почему она мне не предлагает? Сообщения чередовать. Это уже что касается соцсетей. Утром, днем, вечером по 10 сообщений. Ну, это все для того, чтобы не блокировали соцсети. Обязательно развивать личный бренд странички. И в таких случаях, опять же, повторюсь, давать, если что, ссылку на свою рабочую страничку. Личный бренд начинайте строить сразу, даже если вы сейчас работаете только на дисконт. Вы должны понимать, что личный бренд строится не сразу. На это может понадобиться даже не год, а два и более. Все зависит от вашего темпа. Но эти странички у вас должны быть. Должны быть они оформлены красиво. Не бойтесь выкладывать фото других партнеров в командное фото. Про это я говорила. Совмещать личный бренд с теплым контактом обязательно. И людям нужен профессионал. Поэтому это показывать везде. И в знании продукции, и в написании тех же, допустим, постов, и где-то какие-то ваши высказывания, чтобы это все вам показывало. Если вам понравился этот метод, если вы его никогда не использовали, тогда вам нужно собирать, лучше всего вспоминать, 20 контактов в день. Тогда у вас будет быстрый рост. Тем более, еще раз повторюсь, мы сейчас работаем наборами. Не могу тебе не предложить. Все. Дальше не забываем, чтобы включиться в нашу школу, нужно активировать свой личный номер, то есть сделать заказ. Тоже очень хорошо. Если вы будете комбинировать методы, ну, а мы все с вами работаем и платными методами, тогда можно ограничиться 5-10 контактов в день. То есть, опять же, это ручная рассылка, допустим, только здесь уже по теплому кругу. Но не менее трех день, то есть все методы хороши. И всегда зовем сначала на дисконт, если отказ, тогда на бизнес. Ну, эту памятку я вам показывала. И помните, каждый ваш знакомый, это, возможно, ваш бизнес-партнер, директор компании, поэтому регистрировать всех и вся. Если же человек после всего вашего собеседования говорит, что его все устраивает, он лукавит. Это 100%. Никогда никого не устраивает его нынешняя жизнь. Даже если он живет очень и очень хорошо, все равно где-то есть какие-то потайные комнаты, о которых он мечтает. Поэтому не бывает такого, чтобы все человека устраивало. Я еще раз повторюсь, даже тех людей, которые очень редко делают заказы, у меня все зарегистрированы. Все, все, все. Что бы ни случилось так, как я рассказывала, что где-то в соцсетях им кто-то что-то предложил, они, ну, у них такое настроение. Написали свои данные, а человек начинает регистрировать, бац, а он уже есть. Главное из списка, из проработка списки знакомых. Вы, этого человека, 100% заставите задуматься о своей жизни, о себе. Дальше. Сформируйте правильное мнение о нашем бизнесе, потому что, как Оксана вчера даже говорила, что очень многие думают, что мы ходим с каталогами, с торбами, по всем инстанциям продаем. И обязательно нужно оставить хорошее мнение о себе, ни в коем случае не спорить, не негативить. И если что-то человек, выслушивать человека до конца, какое бы его мнение не было, и стараться со всем соглашаться. Знаешь, я тоже раньше так думала, тоже так считала, как и ты, но вот сейчас, когда вот внутри, посмотрела на то, на то, и уже отвечаете на это возражение. И если вы не пригласите своих знакомых, кто-то сделает другой. Уже, девчонки, заканчиваю. Этим методом, еще раз повторюсь, как и любым методом, это накопительный эффект, поэтому работайте ежедневно и в системе. Каждый день 15-20 личных сообщений мы раньше так только и работали. Нас не было никаких платных методов, поэтому мы так и работали. Отсюда, можно сказать, у меня и большая личная группа, и сейчас, когда у меня растут директора, есть отрыв, потому что я работала только вот теплым кругом. Стараться выйти на 10 собеседований в день, ну и минимум это 5 с контактом. Вот вам пример. Мои бизнес-партнеры, да, некоторые уже ушли, но вот, к примеру, Оля Синькевич, вы все знаете, моя подружка, Галя Потопчук, знаю с 2009 года, вместе были в кооперативе, я председателя, она бухгалтер. Дальше Наташа Панасюк, мы с одной деревни, тоже знакомые. Света Побот, тоже с одной деревни, мы знакомые. И это все мои бизнес-партнеры, и обращаю ваше внимание, что это, можно сказать, все разные веточки. Вот вам шикарнейший пример. Закрытый директор позапрошлого каталога, Потопчук Галина, мой первый директор, теплый круг. Я тоже теплый круг у Оксаны. Значит, подводим итоги. Кто еще остался? Все-все-все должны знать, что вы в Фаберлик. Дарить родственникам, друзьям на праздники нашу продукцию. Никогда не решать за человека. Продукцию и все. То есть, я всем так говорю. У меня, в принципе, я никому не плачу НДС. Крестником, одежда, что-то где-то с косметикой. Тем же там, допустим, двоюродные и так далее, если мы встречаемся. Опять же, можно там, допустим, футболку, майку. Можно опять косметику, как говорит Тамырлина-рыльная. Люди попробовали, затем звонят, можно заказать. Я, конечно, в таких случаях сразу регистрирую. Дальше сообщить про акцию, которая у нас скоро будет. 30 белорусских рублей в подарок. Обязательно. За 10 лет сотрудничества с компанией, как я уже сказала, все мое окружение зарегистрировано. Те, про кого я забыла, они тоже зарегистрированы, только не у меня. Смотрю по офису, приходят и бывшие коллеги и так далее. Приходят, ой, а ты здесь работаешь, а я не знала, и так далее, и тому подобное. Че упущение? Мое упущение. Ну, как говорится, на ошибках учатся. То, что я говорила. Есть случаи, которые у меня лично отказались, но они все равно зарегистрировались в Фаберлик. Как я сказала, обычная человеческая зависть. Ну, и сейчас, как я уже сказала, раньше дарила всем продукцию компании Фаберлик. Сейчас они у меня все зарегистрированы. В итоге, без понятия, даже не знаешь, что иногда дарить. Если еще детям, то куда ни шло. А родителям, не знаешь, брали они это, не брали. Так что, вот такой, ну, даже не минус. Хорошо. Как говорится, всегда можно подарить денежку. И нужно всему учиться. Вы должны понимать, что нас в сети интернет каждым днем все больше и больше. Все хотят работать в интернете, но многие сдуваются. И старые методы тоже никто не отменял. Вы должны понимать, что, еще раз повторюсь, если не вы предложите своим знакомым, друзьям, одноклассникам, это кто-то сделает за вас. И в итоге, очень часто, еще раз повторюсь, что вот даже на форумах встречаешься со знакомыми, а он-то, в принципе, не у тебя. Поэтому пробуйте этот метод. Теплый круг тоже должен быть отработать. Ну и всем, конечно, взрывного роста, новых званий. Ждем нового взрывного каталога. Старалась быстро, но получилось, как всегда. Всем до скорых встреч. Запись будет скинут. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok